Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр Сен-Гейс начинает свою программу. Сегодня у нас четверг в Чикаго 11 часов утра. В Калифорнии, Лос-Анджелес, Сан-Франциско 9 часов утра, на восточном побережье 12 часов дня, ну а в Москве 7 часов вечера. И, как всегда, в этот день по четвергам у нас в эфире женская гостиная, ее хозяйка Анастасия Хрущинская. И вот прежде чем мы начнем нашу программу, наши координаты это 847-226-9956. Телефон скайп Сан-Гейтс 1-0-8, Сан-Гейтс Солнечное Ворота 1-0-8. И тройное W sungatesradio.com. Те, кто слушает на русском языке, ну они и так на русском языке sungatesradio.com. Может так удобнее. Сегодня у нас тема программы «Стройность и здоровье». Я вижу гостю Настину, которая стройная и здоровая. Сейчас она будет сама рассказывать. Ну, а гостю-то представит Настя. Настя, пожалуйста, тебе слово. Представляй свой гостю. Здравствуйте, Миша. Спасибо большое. Юлечка, привет. У меня сегодня в гостях потрясающая женщина, красивая, удивительная, молодая, стройная и прекрасная, которую зовут Юлия Новолт. И я назвала эту тему нашей программы, анонсировала как «Стройность и здоровье», хотя, наверное, это не совсем правильно, потому что, скорее всего, мы поговорим не о стройности как о достижении цели, а о стройности и красоте как о стиле жизни. И я хочу представить свою героиню. Ее опыт личный, он настолько меня потряс и удивил, что я уже вот несколько месяцев так с ней познакомилась и слежу за ней постоянным интересом. И Юля, она совершила, на мой взгляд, переворот в социальной сети Facebook, потому что она создала такое сообщество «Lin and Clean Journey». Я, к сожалению, не смогла как-то более корректно его перевести на русский язык, потому что, ну, наверное, это стройность и чистота. Не знаю, сейчас Юля нам подскажет. И к этому сообществу менее чем за год присоединилось более чем тысячи человек, и оно растет просто невероятными темпами. Причем сообщество закрытое, что удивительно. И менее чем за год Юлия, мотивируя себя и других, потеряла практически все свои лишние килограммы, которые у нее были. Наверное, изначально это был ее первый позыв сделать что-то. А потом потеря веса, в общем-то, практически перестала для Юли быть целью. Это она мне рассказывала, она сейчас нам все это рассказывает еще раз. И на сегодняшний день это достижение здоровья, продление молодости, счастья, как на физическом, так и на эмоциональном плане. И еще один удивительный факт, что мне тоже очень близко, потому что я сама практикую вегетарианскую диету уже много лет. Юля, совершенно того не ожидая и не планируя, она перешла на полную растительную пищу, полную вегетарианскую диету, даже скорее веганскую. Юлечка, привет! Ты с нами. Привет! Большое спасибо за то, что ты обратила на меня внимание, за приглашение на радио. Это было очень неожиданно. И очень приятно за знакомство. Здорово! Я тоже очень рада, тем более, что ты действительно очень интересный человек. Юль, ну расскажи свою историю, потому что реально сейчас, казалось бы, все говорят о том, что социальные сети – это такой путь к успеху, но при этом я понимаю, что ты сообщество создала совершенно исключительно для себя изначально и не планировала его такой рост гигантскими шагами. Почему это произошло? Что тебя мотивировало? Совершенно не планировала никакого роста группы. А изначально просто было единственное желание похудеть. А потом я просто как-то пошла в библиотеку, наткнулась на одну из книг и стала читать. И поняла, что мне нужно пересмотреть свое питание, пересмотреть свой режим, пересмотреть свой мир, свои привычки. И как-то так получилось, что я у себя на странице, на фейсбуке, спросила своих друзей, было бы им интересно, если я открою свою группу, где я буду делиться тем, что так интересно мне, тем, что я нахожу в книгах, тем, что я нахожу онлайн, тем, что я нахожу в статьях газет. И мои друзья все меня поддержали, сказали, что им это будет интересно. И я открыла группу, в которой изначально было, ну, человек 50, наверное. То есть люди, исключительно с которыми ты была лично знакома, не более того, да? Более того, только личные знакомства. И как-то так получилось, что потом мои личные друзья стали добавлять своих личных друзей. И все это росло, росло, росло. И сначала я знала всех практически лично. Может быть, не очень близко, но хотя бы пересекалась с ними где-то когда-то. А в данный момент я уже не знаю половину своей группы в лицо. Но продолжаю знакомиться, устраиваю иногда какие-то совместные мероприятия. И группа растет дальше. Очень здорово. А скажи, пожалуйста, то есть вот ты, я так понимаю, что, наверное, одним из моментов, почему ты решил это сделать, это был переезд в Калифорнию. И ты переехала в Америку в юном совсем возрасте, да? И практически большую половину своей жизни провела в окрестностях Нью-Йорка. А потом, переехав в Калифорнию, ты решила все-таки... Почему ты решила избавиться от лишнего веса? И откуда он у тебя там набрался? Такой личный вопрос. Но все мы женская программа, и нам очень интересно. Ну, вес набирался всегда. То набирался, то сбрасывался, потому что... И когда я жила в Нью-Йорке и в Нью-Джерси, тоже были периоды, когда я набирала вес, и потом я решалась сбросить его, и приходила к диетам к разным, которые были кратковременные. То есть результат то был, то не был, но очень быстро все возвращалось обратно. И я тратила деньги на всякие лекарства, на всякие витамины, на всякие шейки. И все это было... И не всегда было это вкусно, и не всегда это было дешево. И, в конце концов, я переехав в Сан-Франциско, я, наверное, была на пике своего высокого веса, и меня это очень угнетало. И, в конце концов, атмосфера этого города... Здесь очень много спортивных людей. Ты выходишь на улицу, всегда светит солнце, всегда голубое безоблачное небо. И вот ты идешь, и вокруг тебя люди бегают, в парке люди приносят штанги и гантели. Ты видишь вот эту вот энергетику здоровую, и ты сама ею заражаешься. И вот так вот, наверное, я заразилась здесь этой энергетикой, и решила, что пора. Это был для тебя сигнал, да? Это, наверное, был сигнал. Ну и весы, конечно. Весы меня очень попугали. Для нас, женщин, весы иногда бывают тоже дополнительные. Хотя не для всех, надо сказать. Кому-то, в общем, кто-то так и живет, и живет, и весы прячет куда-нибудь. Там один раз взвесится, когда приходит на прием к врачу, ужасается, и уходит дальше заедать вкусняшкой свой лишний вес. Ну, еще был, как раз это было преддверие Нового года, и на Новый год мы все любим загадывать желания. У нас это наша русская традиция, наверное. И я вот загадала свои желания. Я загадала желание похудеть до 135 паундов, пунтов. Я загадала желание обязательно попасть к маме во Флориду. И обязательно еще попасть в том году на Рубу, где у нас есть своя дача. И как-то так получилось, что все три желания сбылись. А желание по весу даже, я бы сказала, превзошло себя. Потому что за тот год я дошла до 120 фунтов. Слушай, а ты можешь сказать в килограммах? Я вот сейчас пыталась найти калькулятор, перевести. Я уже даже теперь не понимаю, сколько это килограммов-то 120 фунтов. Я теперь могу сказать, если ты мне дашь буквально немножко времени, потому что у меня есть... Тоже есть калькулятор, да? Это твой инструмент такой рабочий. Я начала свой... Мой вес был на 1 января 2015 года 82 килограмма. О, мой гад. Мой вес к концу года был 55 килограмм. Удивительно вообще. На самом деле, я так понимаю, что в конце концов вот именно вот этот процесс похудения, он перестал быть самоцелью. Потому что изменения, которые произошли, они были настолько удивительные, что тебя, в общем-то... Потому что почему люди, они вот худеют, да, а потом обратно поправляются? Наверное, именно потому, что они не меняют свой стиль жизни, да. Вот это такое замечательное выражение американское, потому что мне как-то не нравится, как оно по-русски звучит, вот лайфстайл, да, то, что нас окружает. То есть мы становимся тем, мы становимся тем, что мы делаем. Вот это самое важное, да? Однозначно. Стиль жизни очень многое значит. И именно благодаря перемене стиля жизни можно удержать то, чего ты добился. Если прыгать от диет к стилю жизни, который у тебя всегда был, то это никогда не сработает. Ты так и будешь прыгать, как йо-йо, я не знаю, как по-русски сказать йо-йо, но вот такой вот эффект туда-обратно будет. А при перемене стиля жизни это всё намного легче удерживается. И да, это уже потери веса или даже удержание веса, это уже бонус, это уже не становится твоим... Ты не думаешь об этом. Ты просто делаешь то, что ты считаешь полезно для своего здоровья. Вот интересно, кстати, как раз у меня возникает следующий вопрос вот по поводу полезности о здоровье. Скажи, пожалуйста, вот когда ты начала свой вдохновляющий путь, у тебя были какие-то понимания о том, как должно выглядеть здоровое питание. Изменились ли какие-то твои представления за этот год о том, как это должно выглядеть, и что для тебя... Я так понимаю, что самое важное в твоём опыте это то, что ты опираешься исключительно на то, что ты сама сделала. И ты... У тебя... Вот я уже говорила о том, что, наверное, нельзя назвать это философией, но это именно практические выводы. Попробовала, применила и поняла, работает или не работает, или что-то ещё пока к чему-то... Что-то я не готова пробовать, да, на интуитивном уровне. Вот скажи, пожалуйста, как менялись твои представления о том, что такое именно здоровый образ жизни за этот год, и что ты для себя открыла нового? Ну, сначала, конечно, было просто понимание, что надо убрать всё сладкое и мучное и перестать есть вечером. И вот это то, что я сделала, я думала, что этого будет достаточно. Чуть позже к этому прибавилось... Опять-таки, я читаю очень много литературы на тему здорового питания и здорового образа жизни и прочитав много про молоко, про молочные продукты и про клейковину, то вот это было, наверное, следующим. Я убрала из своего питания все глютеновые продукты, содержащие клейковину, и убрала молоко. Хотя сначала мне было непросто это сделать, и я не считала, что это так уж страшно. Хотя всё равно иногда я себе позволяла какой-то сыр. По-моему, сыр было самое сложное, от чего я избавлялась от этой вот привязанности. Потом со временем дошло и до... Обязательно подключился спорт. Спорт подключался с самого первого дня. Мне было ещё не так легко ходить, но я начала ходить каждый день. По городу, по холмам Сан-Франциско это не так легко, особенно если у тебя большой вес. Но каждый день я себе обязательно выделяла время для ходьбы. И я до сих пор это делаю. Иногда я прибавляю к этому ещё какой-то спорт. Но если его нету, то ходьба это обязательно. Вот. То есть на самом деле... Юлечка, извини, пожалуйста, я хотела добавление. То есть на самом деле у тебя вот сейчас очень модное такое направление, особенно в России. Это такой жёсткий фитнес. Кроссфит, там такие нагрузки. То есть я так понимаю, что ты это не практиковала. Да, вот именно когда ты там изнуряешь себя на тренировках до невероятного состояния и уже там выползаешь. Да, ну у тебя, естественно, мышцы, очень красивый рельеф. Но при этом... Но это не все могут вообще на самом деле. Я думаю, что все могут. Всё, если захотят. Это моя философия. Я не... Я люблю... Я люблю зумбу. Я люблю заниматься спортом. Но как-то у меня это получается то да, то нет. То есть то я занимаюсь спортом, то у меня какие-то перерывы. Я не могу сказать, что я изнуряю себя спортом и выползаю из зала. Я это для того, чтобы похудеть, точно не делаю. Скорее всего... Ну вот движение всё равно должно быть какое-то. Какое-то движение в жизни обязательно должно быть для здорового... Для поддержания своего здоровья. Я периодически кручу обруч, чтобы у меня была хорошая талия. Я периодически хожу на зумбу. Я периодически занимаюсь дома по системе Джиллиан Майклс, если кто-то её знает. У меня из дома и гантели, и гири, и коврик, и все причиндалы. У нас в группе опять-таки периодически возникают спортивные челленджи, где мы друг друга поддерживаем и отчитываемся. И то мы работаем над руками, то над талией, то над ногами и всем телом. И это тоже очень вдохновляет и очень стимулирует. Я так понимаю, что сейчас у тебя группа вообще это уже как вторая семья. То есть ты мне вот рассказывала, когда мы с тобой обсуждали нашу беседу, что для тебя это не просто сообщество людей каких-то абстрактных, некий там форум по здоровому образу жизни и питанию, а именно то, что объединены люди по какому-то внутреннему вдохновению. Очень много талантливых людей, очень много необычных людей. И я с удовольствием всегда слежу за обновлениями в группе, потому что действительно, какие рецепты печатают, какие удивительные вещи рассказывают, и какой-то такой симбиоз, очень дружественная атмосфера. Да, группа – это моя, наверное, и семья, и гордость, что в принципе одинаково. У меня как моя семья – моя гордость, так и группа – моя семья – и тоже моя гордость. Там собрались удивительные люди. У нас очень много профессиональных людей, которые занимаются… У нас есть профессиональные nutritionists, у нас есть профессиональные спортивные тренера, у нас есть просто замечательные люди, талантливые кулинарки и кулинары, и рецепты постоянно вдохновляют, и вот это вот желание всё время сделать какой-то новый рецепт, который будет и вкусный, и красивый, и в то же время обязательно полезный, вот это вот очень многого стоит. И да, мы общаемся там, наверное, так же, как люди общаются за столом на праздник, когда собираются близкие друзья за большим столом и проводят праздник, проводят дружескую беседу. И, наверное, вот я так себя чувствую в этой группе, как будто я за столом среди близких друзей. Скажи, пожалуйста, Юль, а вот у тебя были какие-то, опять же, возвращаемся к представлениям, да, то есть, ну, о здоровом питании, мы поняли, я бы уже поняла, что сначала было, там, сначала ты отказалась от мучного, сладкого, потом от молочного, а дальше что? Как у тебя изменялось вообще представление о том, что для тебя хорошо, и что работает для тебя именно? Я, пожалуй, на меня влияли книги. Я читала и я пробовала на себе. Я порой читала то, что я никогда не думала, что я этому буду следовать. Например, что? Например, я взяла книгу по сыроедению и стала, зная изначально, что я совершенно в это не верю и не хочу это практиковать никогда и ни за что. Но я всегда прислушиваюсь к другим мнениям и хочу знать другие мнения. Даже если я их отрицаю, мне интересно, мне интересно знать, что, как они объясняют свою точку зрения. И вот так вот я взяла книжку про сыроедение, отрицая её. И прочитав, я немножко... Я поменяла своё мнение. Я не могу сказать, что я пришла к сыроедению и ещё не могу сказать, что я для себя приемлю стопроцентное сыроедение. Я всё-таки считаю, что это должен быть баланс. между сырыми продуктами и продуктами, немножко подверженными тепловой обработке. Но я уже совершенно не так категорично настроена против сыроедения. И я практикую дни сыроедения. То есть несколько дней в неделю я могу совершенно спокойно быть на сыроедении. и я чувствую, что мне это хорошо. Но в другие дни... Да. А ещё какие-то есть тоже теории, такие питания, которые тоже ты стала внедрять, хотя до этого их там отрицала, кроме сыроедения. Да, и ещё так называемый джюсинг, это сок, сокотерапия, наверное, тоже отрицала всегда, потому что есть такое мнение, а откуда же вы берёте клетчатку? То соки, они не содержат никакой клетчатки, поэтому их пить вредно или нехорошо. Вот. И я точно так же думала, а потом опять-таки решила, а попробую-ка я это на себе, потому что я люблю составлять мнение своё личное, несмотря на то, что другие мне говорят. И вот я попробовала, и первый раз я продержалась на соках 10, по-моему, 10 дней, да. И я... Просто соки без всего, да, Юль, без вообще, без каких-либо добавок, без клетчатки дополнительной. Да. Я знаю, что принимают иногда такую растительную клетчатку, которая как бы помогает нам для наших пищеварительных процессов иногда на соки. Нет, просто соки без всего. Я поняла, что и согласилась с тем, что это даёт отдых организму, организм перестаёт направлять силы на переваривание той же клетчатки, а больше бросает свои силы на внутренние, на другие какие-то проблемы организма. И я так... Я пришла к выводу, что соки полезны в зависимости от целей твоих, в зависимости от целей человека. То есть в каких-то вариантах хорошо и нужно практиковать сокотерапию, а в каких-то вариантах обязательно практиковать соки с клетчаткой, как это смузи по-нашему. И в жизни я практикую и то и другое теперь. Зелёные коктейли, да? Я знаю, что в принципе зелёные коктейли это ежедневная твоя обязательно... Один из приёмов пищи у тебя обязательно зелёный коктейль, да? Да. Когда я не нахожусь на голодовках, я стараюсь... Подожди, иди, раскрывай секрет, сейчас мы всё расскажем. Каждое утро я начинаю с коктейлей из зелёных. Основное содержание это, конечно, овощи, да, и я немножко добавляю фрукты и ещё добавляю всякие суперкомпоненты. В них входит, наверное, всегда имбирь, всегда входит турмарик или... Куркума. Да, спасибо. И плюс разные добавки в виде спирулины, мака пудра, мача пудра. Я ещё использую пыльцу пчёл, хотя это не совсем веганское... Неразрешено. Оставляющее. Оставляющее. Ну, как-то и, наверное, вот это единственное моё отступление на данный момент от веганства, что я использую пыльцу пчёл. А скажи, пожалуйста, вот тоже мне интересно, вот имбирь и турмарик, куркума, это такие алюминические специи, я вообще всегда их приветствую, потому что, например, куркума – это природный антибиотик, и он потрясающим способом очищает кровь. Я тут вчера случайно прославилась тем, что меня... Про меня упомянули в одном сообществе русскоязычном, американском, и сказали, что я там помогаю, помогла одной барышне почистить кожу. И ко мне стали как к косметологу обращаться, и я потратила практически час времени, но не потратила, час времени провела, объясняя, что я не косметолог, а вообще я просто предлагаю изменить свой стиль жизни и питания, для того, чтобы добиться результатов. Так вот, куркума, она помогает нам очищать кровь, и тем самым, например, добиться чистого лица, чтобы у нас была чистая кожа. Это как раз вот эта замечательная специя. И также имбирь – это просто мой любимый компонент вообще всего. Я везде имбирь кладу, и его обожаю, и в чай там, и в коктейль, и в готовку, потому что мне настолько вот приятен вкус имбиря, и я всем, всем, всем своим друзьям, клиентам рекомендую привыкать к имбирю, и его как можно больше использовать. У меня, знаешь, такой вопрос эзотерический немножко. Скажи, пожалуйста, вот ты как почувствовала, вот у тебя такие сильные изменения, у тебя интуиция обострилась? Наверное, наверное, да. Вот считается, что когда люди переходят полностью на вегетарианское питание, то у них очень энергетическое восприятие усиливается. И даже вот в практике йоги, почему, например, йоги не едят мясо не только по соображениям того, что ненасилие, ну, естественно, первый принцип – это ненасилие, это ахимса, который практикуют йоги, но, тем не менее, мясо, оно очень сильно угнетает наше восприятие, мясная пища, и она утяжеляет нас, и мы как бы становимся, ну, нехорошо так сказать, ну, как бы тупые, да, вот к чувствам, к эмоциям, ко всему, мы теряем способность именно тонкого чувствования, ну, что можно назвать интуицией. Вот у тебя как, вот есть такое чувство? Как ты относишься к этому? Совершенно, совершенно с тобой согласна на все 100%, потому что я это испытала на себе, испытала не раз. Еще, не дойдя до 100% веганства, я, у меня в прошлом году был период, когда я была месяц или два на овощах только, и фруктах, и потом был месяц, наверное, на мясе, чуть ли не каждый день, потому что мы были в отпуске, и вот как-то нам казалось, что будем мы, значит, делать шашлыки. И от них не хотелось отказываться, потому что, опять-таки, это наша традиция. И я прочувствовала на себе уже не раз, что каждый раз, когда я употребляю животную пищу, я становлюсь более приземленной какой-то, как будто вот на меня, меня придавило, придавленной даже, не приземленной, а придавленной. И нет вот этого воздушного чувства, вот этого вот, вот этой вот связи, связи с Вселенной, связи с миром, связи с природой, вот это вот теряется. И мало того, я прочувствовала на себе, что меня на настроение это влияет. Я все время, я очень позитивная, когда я вот на овощах и фруктах. А когда я употребляю животные продукты, то у меня могут появляться какие-то переменные настроения, у меня появляются, могут быть как ПМС какие-то симптомы, которые просто исчезают полностью, полностью исчезают, если я придерживаюсь своего питания растительного. То есть постепенно в своей практике ты поняла вот это, вот я как раз почему спросила про интуицию, вот ты же, ну, не категорично приняла решение, да, вот мясо, рыбу есть не буду, сыр, молочку есть не буду, а этот процесс произошел постепенно. Именно ты на что опиралась? Почему только веганская диета, да, ну, мы не будем считать по лицу пчелу, очень строгой, тем более, что ты, ну, мне кажется, это больше, знаешь, когда по религиозным соображениям люди отказываются или каким-то совсем, ну, совсем эзотерическим, я не считаю, что это здоровый как бы отказ, если только у тебя нет аллергии там или каких-то действительно религиозных предпочтений. А как, вот почему именно ты пришла к выводу, что именно веганская диета для тебя особо приемлема, веганское питание? Настя, честно тебе сказать, я до сих пор не категорична, и я до сих пор не знаю, если это мое питание на всю жизнь. Я на самом деле еще 4 месяца назад, когда я решила попробовать быть 100% на растительной пище, была уверена, что я поеду к своим родителям и обязательно съем там кусочек рыбки, и думала, что это будет мое отступление. И вот я поехала к ним в гости на прошлой неделе, и мне не хотелось рыбки, потому что я себя просто замечательно чувствую, и мне хочется это удерживать. И вот пока мне хочется это удерживать, вот это чувство, я его удерживаю. И я для себя еще открыла настолько много новых продуктов за этот год, о которых я никогда не знала. Очень часто я слышу вопрос, а что же ты ешь? Ну это стандартный вопрос вообще людей, которые когда узнают, что ты вегетарианец, а что ты ешь? Я, причем я совершенно не строго, насколько ты это соблюдаю, но все равно, постоянный вопрос. То есть у меня дома скучно не бывает, у меня дети просто никогда не знают, что у нас будет из еды, потому что у меня все время все разное, и всегда все разное. И это я тебя поддерживаю стопроцентно. И я думаю, что наши слушатели, у нас в принципе радиостанция такая, которая агитирует за здоровый образ жизни и очень часто рассказывает о разных принципах питания, и вегетарианство это как раз один из основных, я считаю, что это самый полезный все-таки образ жизни для людей. И это вообще скучно не бывает. Мне кажется, что люди, задающие этот вопрос, просто привыкли к очень лимитированному виду овощей и фруктов. То есть для них основные наши, и я точно так же знала об овощах, что у нас в овощах. Помидор, огурец, картошка, морковка, лук. То есть достаточно лимитированное количество, разнообразие. А на самом деле разнообразие намного больше. И я никогда не знала, там год назад я еще не знала, что такое хикама. Я не знала, как использовать ту же сладкую картошку в еде. Я не знала, все виды цветной капусты, я не знала, все виды зелени, я никогда в жизни не использовала тыкву и все ее ассортименты. Уж казалось бы, да, тыква-то вообще... Я понимаю, что еще хикама, там, это такое, скажем, экзотическое достаточно. Мы тут в Калифорнии живем, для нас это может быть достаточно привычный продукт. Но тыква, в общем, везде встречается, и все ее знают. А ты не использовала. Ну, не все умеют ее готовить, кроме как тыквенной каши. Вот. И мне кажется, что если открыть вот глаза свои, посмотреть, сколько на самом деле много продуктов вокруг, среди растительных продуктов, то перестает, должно перестать быть страшно. Их очень много, и очень много вариаций, как их употреблять в пищу. Плюс, хорошо обращать, конечно, внимание на сезонность продуктов. Нам в Калифорнии с этим повезло, что здесь у нас всегда есть рынки круглый год, и всегда есть овощи и фрукты какие-то. Но даже если это яблоки, в сезон яблок, то и из яблок можно много вещей наделать, которые будут вкусные и полезные. Юль, а скажи, пожалуйста, вот мы с тобой, ты уже упоминала про своих родителей, там, про семью каким-то образом. Скажи, пожалуйста, как вообще семья к этому относится, к твоему изменению? Потому что ты же нужна... Ты женщина, ты мама, ты жена. Тебе... Ты ответственно забыт за очаг, да, ты там всех должна накормить, тем более у тебя две замечательные девочки. То есть тебе нужно каждый день приготовить обедом в школу. У нас здесь в Америке, вот для наших русскоязычных слушателей, ну, принято с собой деткам давать еду с собой. Ну, можно и в школе, конечно, но там совсем какая-то дрянь активная. Вот, и скажи, пожалуйста, вот как твои близкие к этому относятся, и как изменилось их питание за этот год? Моя непосредственная семья, муж и мои дети, всегда, в общем-то, дети всегда были приучены к салатам и к супам, и всё время я их пыталась кормить более-менее полезно, что, естественно, так, как я представляла полезным на тот момент. И они восприняли это всё нормально, совершенно. Они даже, по-моему, не заметили сначала, что какие-то произошли перемены. Муж меня всегда поддерживает во всех моих начинаниях, особенно, когда я ему сказала, что я хочу похудеть. То есть худей, чтобы на здоровье, пожалуйста. То есть это он, конечно, с энтузиазмом воспринял. А насчёт всего питания моего тоже поддерживал, присылал мне какие-то полезные статьи, которые он находил, чтобы я читала. Вот. В общем, семья непосредственно меня поддержала вначале сильно. А мясо-то едят? Да. Главное... Ну да. Семья... Как бы... Я ввела большее разнообразие овощных блюд в наше питание ежедневное и в питание моей семьи. И основной напор делаю на овощи и фрукты. Но мясо они едят. Муж занимается спортом ежедневно. И всё равно ещё придерживается мнению, что ему нужен животный протеин. И я не спорю, потому что семья для меня важнее всё-таки каких-то моих принципов. И у нас получился очень хороший здоровый баланс, я бы сказала. То есть я готовлю много овощей на столе всегда, каждый день. Но я и готовлю и мясо, и рыбу. Опять-таки без всяких зажарок, без всякого мяса по-французски, которое с сыром. Но мясо готовлю, и рыбу готовлю, и курицу готовлю для них. Однако мы ввели новую традицию не так давно, которая называется Митлус Мандей, то есть понедельники без мяса. И вот, и это моя семья приняла с большим энтузиазмом и с приветствием. Совершенно не было никаких «У-у-у-у», «Но-у-у». Вот, они сразу сказали «Хорошо». И вот уже на протяжении нескольких месяцев мы это практикуем, и они даже удивляются, как это так получается, что это всё так вкусно и ничего мясного нету. Но я, конечно, стараюсь в понедельник особенно изощриться и сделать так, чтобы это было для них интересно и вкусно и красиво. Я вообще очень придерживаюсь мнения, что еда должна быть красивой, потому что когда перед тобой красиво украшенная еда, у тебя и аппетит появляется, и пищеварение, я считаю, становится лучше, и усваивается эта еда лучше организмом. И наполняет его еще больше здоровыми питательными веществами. Пожалуйста, о родителе. Я знаю, что у тебя совершенно замечательная история про родителей, на самом деле, даже интересная, потому что муж, дети, все молодые, дорастущие организмы, с ними понятно, а вот с родителями, которые все-таки в какой-то другой возрастной категории, чем мы находимся, как у них изменился рацион, я знаю, что там у тебя вообще чудо просто произошло, особенно с папой. Родители у меня совершенно потрясающие. Это моя поддержка всю жизнь и всегда. И это, наверное, это, наверное, самые близкие мне люди и мои друзья. Моя мама – это моя лучшая подруга. А значит, в плане питания они приняли мои идеи очень, опять-таки, поддерживающие. Я год назад, больше, чем год назад, тоже приехала к ним в гости и решила, что помочь своему папе, у которого были проблемы с пищеварением. Врачи постоянно ему выписывали какие-то таблетки, то он делал какие-то процедуры у врачей. Все это помогало очень временно, и потом опять проблемы пищеварения возвращались. И вот я приехала к ним в том году настроена это все изменить, потому что я уже начиталась, начиталась книг и поняла, что это можно все исправить питанием. Я приехала, и каждое утро я в 6 утра вставала и делала ему зеленые смузи. И еще я его сняла с глютена, с клейковины и с молочных продуктов. И вот это все в комплекте. А, я ему, конечно, сказала, папа, ты просто попробуй это, всего 3 месяца. Дай мне 3 месяца, что ты будешь вот этому вот следовать. Каждое утро будешь пить смузи и исключишь на 3 месяца клейковину и молочные продукты. И он сказал, хорошо. Через 3, через, ну, изменения возникли уже очень быстро, буквально через несколько дней. У него уже заработал его организм правильно. А за 3 месяца вообще все вошло в норму. Никаких таблеток уже не надо было пить. И через 3 месяца я ему сказала, хорошо, ты сейчас можешь вводить. Хочешь, введи сначала клейковину на месяц. И посмотри, как твой организм реагирует. Если все нормально, то потом введи, через месяц введи молочные продукты и посмотри, как твой организм реагирует. Чтобы просто узнать, что же из этих веществ плохо на нем отражается. Я была удивлена, когда он мне сказал, я не хочу ничего вводить, мне так хорошо, я буду продолжать. И вот уже больше года у меня родители глютен-фри и дэри-фри. То есть без клейковины, без молочки. И каждый день папа пьет смузис. Мама ему это делала, но сама пить отказывалась почему-то. Мама поддерживала его в безглютеновой, без клейковинной и безмолочной диете. То есть они просто перестали покупать эти продукты в дом, извиняюсь. И мама тоже перестала их есть. Но на смузи, она как-то, ее не хватало вот на это, на коктейли зеленые. Однако сейчас вот я опять к ним приехала на прошлой неделе и уже взялась за маму. Потому что у мамы поднял сильно высокий холестерин. И я решила, что я все силы брошу на то, чтобы его понизить без лекарств. Потому что все лекарства, которые врачи ей прописывали, давали очень сильную побочку. То она падала в обморок, то... То есть там были серьезные сайд-эффекты, серьезные побочные эффекты. Вот. И сейчас я опять приехала, я опять вставала каждое утро в 6 утра, делала им соки. И давала маме пить, хотя она отказывалась сначала. Или искала какие-то иногда причины, что сейчас... Ну, не сегодня, мне надо уже выбегать, мне уже пора на работу. Нет. Я ей давала, давала, давала этот сок. Я просила и говорила ей, ты помнишь, как ты меня микстурой в детстве кормила? Вот теперь тебя кормлю я тактейлями зелеными. Вот. И надеюсь, что это тоже войдет у мамы в привычку. И я надеюсь, что мы поборем этот холестерин, что, я верю, избавит от перспективы иметь какие-то сердечные заболевания в будущем. И давление, наверное, тоже, да? И давление, сердечко, рак. Да, сердечко со своими заболеваниями. Это все можно или предотвратить, или приостановить. Но все это возможно питанием. В общем, да, даже процесс обратимый в некотором смысле. Конечно, когда у нас это все запущено, он гораздо медленнее обращается. Но, тем не менее, это процесс обратимый. Тут я с тобой совершенно согласна. Мне очень понравилось буквально вчера. У меня на Фейсбуке я выставила одну картинку, на которой написано, сколько людей вы знаете, которые умерли от недостатка протеина в организме. Сколько людей вы знаете, которые умерли от рака и от сердечных заболеваний? Ну, в общем, да, выводы очевидны совершенно. И я хочу приступить к главной интриге сегодняшнего дня и рассказать о том, что Юля сейчас уже шестой день на голодании. Это водное голодание. И два дня Юля была на сухом голодании, и сейчас уже четыре дня на водном голодании. Юль, тебе слово. Расскажи, как ты к этому пришла, почему голодание, и как ты себя чувствуешь? Самое главное. Честно говоря... Наши радиослушатели сейчас тебя видеть не могут. Я вижу перед собой цветущую, красивую, потрясающую женщину, полную энергией. Никакого умыния, просто глаз блестит. Вот, улыбка до ушей, волосы прекрасные, состояние кожи удивительное. Все, кто нас потом будете смотреть в записи, убедитесь на ютубе, вы увидите Юля вообще потрясающе выглядят. Рассказывай. Спасибо, Настя, спасибо. Честно говоря, я вообще пришла к этому очень много лет назад, и просто как-то даже не знаю, я даже сейчас, наверное, не вспомню, с чего это началось. Но я для себя решила, что раз в неделю мне надо обязательно голодать. И я начала это практиковать. Я практиковала, то практиковала, то делала перерывы, то возвращалась к этому. Раз в неделю я была на воде, и я чувствовала, что мне это помогает, что я просто хорошо себя чувствую. Опять-таки, я всегда прислушиваюсь к своему организму. А потом, вот, наверное, в этом году, за последние полтора года, опять-таки, читая много литературы, я решила, я начиталась о полезности голодания, о том, как организм в это время именно направлен на все, что лишнее в твоем организме, на борьбу со всем лишним в твоем организме. Что, может быть, и раковые клетки, о которых мы еще можем и не знать, и кожные какие-то аллергенные вещества. И вообще на очищение организма. Организм настроен в этот момент на борьбу с тем, что не должно быть в тебе. То, что на свое очищение, на самовосстановление. И мне это как-то пришлось на душу, легло правильно. Опять-таки, интуитивно, наверное. Я, и так как у меня уже был опыт 10 дней на соках, у меня был опыт 5 дней на соках, у меня был опыт на смузи, на коктейлях. Вот, я решила попробовать я чуть подольше побыть на воде. Первый раз, это было 3 дня я попробовала. Муж как раз уехал в командировку, и мне не надо было сильно тут изощряться с готовкой и вообще отвлекаться на мужа. Я могла просто лежать, если мне захочется, и если я чувствую усталость. И вот после первого раза, когда это было 3 дня, я поняла, что я могу это делать, и что мне это нравится. И что я чувствую, как мое тело очищается от всех загрязнений, от всех токсинов. Что мы все, неважно как, какого правильного питания мы придерживаемся, но мы все равно живем в этой жизни, которая наполнена машинами, заводами и индустрией. И в любом случае мы получаем все всегда токсины какие-то. Первый раз мне было, конечно, у меня было чувство, что мне надо быть недалеко от дивана или кровати. Наверное, потому что организм был тогда сильно зашлакован. Усталость была, да, такое ощущение, тяжести и усталости? Сонливость была, была сонливость. Мне хотелось спать, потом я мерзла. То есть мне надо было быть ближе к дивану, ближе к носочкам, к халатику и к одеялку. А потом я решила попробовать, через какое-то время, естественно, я решила попробовать 10 дней голодания на воде. Это было в феврале, наверное, конец января, начало февраля. И у меня уже получилось даже лучше, я бы сказала. У меня была сонливость, наверное, первые пару дней, а потом у меня было, ко мне пришло много энергии. Я ходила, также бродила по холмам Сан-Франциско, я делала все дела. У меня было фокусированное внимание, то есть я прямо четко знала, что я хочу в этот день сделать. И у меня все дела шли по списку, я ничего не откладывала, я очень много успевала. И эмоционально у меня было много радости в душе. Я радовалась каждому цветочку вокруг, я смотрела на птичек, то есть оно еще как-то вдохновляет это все. И вот сейчас я решила опять попробовать, я еще не знаю, сколько дней я продержусь. На самом деле я хотела бы... То есть ты себя не ограничиваешь жестко, да? Ты всегда ориентируешься на собственное состояние. Вот это очень важно. Мне хочется донести до наших слушателей, насколько важно слушать себя. И что, кстати, вот отказ от мяса, он помогает себя услышать. Вот это очень важный момент. Я однозначно, когда я была на 10-дневной голодовке, я не знала, я никогда себе не ставила цель, что вот 10 дней я буду на голодовке. Нет. Я говорила, что я буду день ото дня идти и смотреть на свои чувства. То есть я не планировала изначально 10 дней. Но день ото дня я каждое утро просыпалась с чувством, я могу дальше поголодать. И так прибавлялся следующий день. И вот сейчас я на голодовке, я точно так же к этому отношусь, что я беру день как день. И не загадываю наперед, сколько дней. Да, мне, конечно, хотелось бы когда-нибудь дойти до 21 дня, а потом и до 30 дней. Но в этот раз я не думаю, что у меня это получится. И не думаю, что мне это надо, потому что у меня есть кое-какие планы на конец этого месяца, которым я должна уже буду выйти из этого, из голодовки. Но я думаю, что пока я держусь и пока мне нравится, у меня совершенно нет никаких негативных эмоций, никаких негативных ощущений. Мне не хочется есть, я готовлю ежедневно для своей семьи. Например, даже вчера им готовила маслс, это ракушки, да, с макаронами безглютеновыми, и салат, и всё. И мне совершенно это никак не влияет на то, чтобы закончить своё голодание и что-то укусить. Ещё, наверное, при голодании важно понимать, что очень важно правильно из него выходить. Поэтому я знаю, что я не могу сорваться ни на какой кусочек хлебушка или даже на горсть орехов. Если я пробуду 10 дней на голодание, то мне надо 5 дней из него выходить. А выходить надо или соками, сначала соками, а потом овощами, фруктами. Поэтому ты знаешь... Постепенно, да, изменяя вот этот режим, да, то есть ты сначала соки, по-моему, даже сначала соки разбавленные водой надо пить, да, а потом уже постепенно ты вводишь как бы... То есть то количество дней, которые ты голодала, к нему делишь пополам, да, и столько ровно дней тебе необходимо выходить. Да, именно так. И поэтому ты знаешь, что даже если ты закончишь голодок, ты не можешь сразу кинуться на то, что едят все другие люди вокруг. Тебе нужен выход. И из моего опыта вот это, наверное, самый сложный период, это правильно выйти. Ты же ведь заводишь свой организм заново, ты заново его включаешь. И очень важно его правильно включить. Замечательно. Юль, я тебе желаю, на самом деле, на твоем потрясающем пути здоровья, молодости, красоты, успехов и то, чтобы ты как можно больше людей за собой увлекала и вдохновляла. Я знаю, что у тебя очень большие планы, и что сейчас ты занимаешься своим YouTube-каналом, на котором ты будешь как раз делиться своим практическим опытом. Так что наша передача – это первый, так сказать, звоночек, можно сказать. А потом у тебя будет много советов, и я думаю, что, может быть, мы с тобой потом даже еще встретимся обязательно в нашем эфире. Я знаешь, что я хотела попросить? Ты могла бы для наших слушателей поделиться каким-то таким, я не знаю, ноу-хау, советом, чем-то таким, чтобы можно было людей вдохновить на изменения. Потому что, изменяясь сам, ты изменяешь мир вокруг себя. Это очень важный постулат, который я для себя вынесла из ведической философии. Хотя это, наверное, даже сейчас это очевидные вещи абсолютно. Но, тем не менее, для меня это пришло с Востока. И вот можешь ты какие-то вдохновляющие слова сказать в конце нашей программы нашим радиослушателям? Ну, вдохновляющие, однозначно, мы все, мы все можем добиться того, что хотим. Нам просто надо сильно-сильно это захотеть. Однако, еще обязательно, не надо пугаться, может быть, не надо загадывать сильно надолго вперед. Вот, берите вот, идите день, берите один день, маленькими шажочками, добавляйте больше овощей, добавляйте больше фруктов. И постепенно, не думайте, что будет через неделю, думайте, что будет сегодня. Вот как сегодня вы можете сделать этот день для себя более полезным. А завтра вы опять встанете и опять подумаете, а что сегодня я смогу сделать для себя полезного. Главное, мне кажется, стараться быть и жить лучше, чем вчера. Никогда не ориентируйтесь на других людей, ориентируйтесь на себя вчерашнюю, на себя сегодняшнюю. Вот, для меня это всегда работает. Вот, для меня... Ты знаешь, мы с тобой это обсуждали, я знаю, что ты особо с физическими концепциями не знакома. Но ты сейчас озвучила основной принцип. Вот именно принцип счастья. Того, что искусство маленьких шагов и то, что через любовь к себе мы именно получаем вот эту любовь этого мира и путь к счастью. Я потрясена на самом деле, потому что мы с тобой про диету, про пространение, а в итоге вы пришли к тому, что как быть счастливыми. Юль, я тебе очень благодарна, спасибо тебе огромное. Я не знаю, насколько там у тебя сейчас открыт прием новых членов группы, но, тем не менее, присоединяйтесь к Lean & Clean Journey, группа Юлии Новолд на Фейсбуке. И я думаю, что скоро она нас порадует своим веб-сайтом, на котором можно будет читать ее потрясающие советы и рецепты. И с вами была программа «Женская гостиная» на радио SunGates. Мы выходим в эфир по четвергам в 11 часов по времени Чикаго, в 9 утра по времени Сан-Франциско, в 19 часов по московскому времени. Поскольку мы на русском языке вещаем, то для нас очень важна русскоязычная аудитория из России тоже и из других стран СНГ. И я благодарю свою собеседницу, моего друга и моего вдохновителя Юлию Новолд за прекрасный эфир. И до новых встреч. Юлечка, спасибо еще раз. Настя, тебе спасибо. Это была великолепная беседа. Я чувствую опять-таки, что мы просто за одним столом сидим и общаемся. И я думаю, что это надо опять-таки сделать и в реальной жизни. Обязательно. Как только ты закончишь голодовку, мы обязательно это сделаем. Спасибо большое, дорогие слушатели. До новых встреч. Счастливо. Всего хорошего. Счастливо.